10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии у писательницы Александра Леонтьевна Тургенева родился мальчик, которому в 17 лет будет пожалован титул графа Российской империи. А спустя еще 40 лет он станет автором лозунга, который известен каждому «За родину, за Сталина». Звали мальчика Алексеем Толстым. Его биография полна несуразности. То он поэт, то он прозаик, то эмигрант, очерняющий все самое святое для строителей коммунизма, то вдруг классик советской литературы, то он граф, а то незаконно рожденный байстрюк, даже охранник особняка, где жил автор «Золотого ключика», сыпал парадоксами типа «Их сиятельства граф уехали по делам в горком коммунистической партии». Ну, пожалуй, самое запутанное всего перечисленного – это происхождение Толстого. Да, у его матери был любовник, земский чиновник, из-за которого она, будучи беременна, на пятом месяце вышла замуж, бросив первого супруга графа Толстого. Граф впоследствии признал свое отцовство, оделив сына наследным титулом. Это факт, подтвержденный документами. Но больше всего не разберихи относительно эмиграции Толстого и его последующего возвращения в СССР. Как же так? Бежал от ужасов большевизма, а потом вдруг решил вернуться и лизать коммунистический сапог? Вот что об этом говорил сам Толстой. Я циник, простой смертный, который хочет хорошо жить, и мне на все наплевать. Нужно писать пропаганду? Да черт с ним, я ее напишу. Это меня даже забавляет. Приходится быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев – все они акробаты. Но они не графы, а я граф Чарт Падереи. Вот так и говорил герой моей сегодняшней истории. Его любили. Он был душой любого общества. Однако были и те, кто, не скрывая этого, относились к нему презрительно. Например, Ахматова, Булгаков и Мандельштам от последнего Толстой даже принародно получил пощечину. Были ли для этого причины? Ну, на первый взгляд, граф Толстой впрямь продался большевикам и жил при них действительно хорошо. Современники смаковали подробности. Приехал Толстой, рассказывал, как питался во время писательской поездки по Волге. Ежедневная икра, копченая рыба, чудесные сливки, фрукты и какие-то особенные огурцы. А ведь в стране голод, писала Анна Ахматова. Куролесил он и за пределами СССР. Тут, понимаешь, переспал с одной, с дуру дал ей телефон, будет звонить, сделай милость, скажи ей, что я уже уехал обратно к большевикам. Это тоже Алексей Толстой. И все же не стоит клеймить этого писателя за страсть к роскоши и к женщинам. Его в первую очередь нужно судить по тому, что и как он написал. И если говорить о главном романе, созданном Алексеем Толстым, о Петре Первом, даже брезговавшие дружбой с ним современники, признали эту книгу великим произведением. Тем не менее, надо признать, что Алексей Толстой не гнушался литературной поденщины, серьезно занижая планку мастерства. Но этого он и сам не скрывал, признаваясь. Да, подрабатываем на стороне. Честно, но похабно. А вот что по этому поводу сказал Юрий Тынянов. «Я хороший писатель», — сказал он, — «поэтому и обязан писать хорошо». А Алексей Толстой феноменально талантлив, и поэтому он может позволить себе писать гнусно. А ведь не так уж и гнусно он писал, господа. Если бы все обстояло действительно так, вряд ли произведения Толстого номер три выдержали бы проверку временем. И Буратино, гиперполоид инженера Гарина, и Петр Первый. А вот явно подхалимский роман «Хлеб», прославляющий отца народов Иосифа Сталина, к счастью, никто уже и не помнит. В заключение нашей попытки разобраться в парадоксах биографии красного графа Толстого, я приведу слова недавно ушедшего из жизни писателя Бориса Стругацкого. Алексей Толстой – писатель Божьей милостью, обладатель божественного языка, прозрачного и чистого, словно родниковая вода. Мы всегда считали его одним из своих учителей. Он – недостижимая вершина. Это про человека, которого презирала Ахматова, которому Мандельштам отвесил пощечину, и который в декабре 1939 года опубликовал в газете «Правда» статью под заголовком «За Родину, за Сталина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова